МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги саммита Большой Семерки. О чем договорились мировые лидеры на Сицилии? Крушение поездов в Хмельницкой области. Авария произошла сегодня около 6 утра на юго-западной железной дороге. Здесь столкнулись два поезда. Пассажирский Киевикаминец, Подольский и Грусовой. 17 вагонами щебня. В результате два вагона с грузом перевернулись. С рельсов сошли локомотив и один пассажирский вагон. На момент аварии в поезде находилось более полутысячи пассажиров, в том числе свыше 100 детей. Больше расскажут наши корреспонденты. Этот участок железной дороги в нескольких километрах от станции Негин. Пассажирский поезд Киев-Камнец-Подольский через полтора часа должен был прибыть в конечную точку маршрута. Но около 6 утра навстречу пассажирскому поезду выехал товарный. Избежать столкновения было невозможно. Я в 11 вагоне пила чай уже, умылась, оделась. Я подметала на часы и думаю, так, сейчас 15-20 минут и уже на месте. И в этот момент кидает вперед, такой удар происходит. Я понимаю, что или сорван стоп-кран, или мы во что-то сильно въехали. Происходит раз мощный, потом 2 секунды, еще раз мощный удар. Третий. Слышно или скрежет, ну вот что-то такой звук какой-то вдалеке. Я понимаю, что это не стоп-кран. Мы начали выглядывать из окон. Получается, там идет такой маленький поворотик. И я вижу, что валяется в начале, валяется локомотив. Когда перепуганные люди вышли из вагонов, то увидели страшную картину. Перевернутый и искореженный вагон товарника, рассыпанная щебенка. А локомотив и первый вагон пассажирского поезда развернуло на 180 градусов. Как выяснилось, авария произошла из-за того, что грузовой состав по неизвестным причинам выехал навстречу пассажирскому поезду. На момент столкновения в пассажирском поезде находилось около 500 человек. Из них более сотни – киевские школьники, которые с учителями ехали на экскурсию в Камнец-Подольский. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых. У всех легкие телесные повреждения и ушибы. Остальных пассажиров сразу же вывезли с места аварии на автобусах. Сейчас на месте происшествия работают спасатели госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спецтехника, ремонтные бригады железнодорожников и исследователи нацполиции. С потяга пройшел витек дистоплива, была большая уверенность выникновения загоряния. Данное дистоплива было змито, была подана вода и унеможливлено выникновение пожежи. Сейчас проводятся ремонтные работы, проведена эвакуация людей в Камнец-Подольский. Комиссия Укрзалезничья рассматривает две версии причины аварии. Первая – это грубое нарушение правил маневра машинистам грузового поезда. Вторая – ошибочные действия дежурного станции. Но окончательную причину назовут следователи. По факту столкновения поездов уже открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ольга Иванченко, Ольга Сергеева, Александр Шурин. Подробности – телеканал «Интер». Кмельницкая область. В Киеве сотрудник ГПУ за рулем служебной «Тойоты» устроил масштабное ДТП и разбил несколько автомобилей, сообщает страна Юэй. Это произошло ночью. На спецлинию 102 поступил звонок от местных жителей. Прибывшие правоохранители обнаружили разбитую «Тойоты Кэмри», но без владельца. Виновный скрылся. В автомобиле, правда, оставил документы. В том числе техпаспорт на имя Василия Базюченко, личного шофера-заместителя генпрокурора. По версии полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне обнаружили недопитую бутылку пива. Горе водителя разыскивают. Бывший фискал Геннадий Козак, который недавно пытался бежать из страны в связи с масштабной спецоперацией ГПУ, имел паспорт гражданина Российской Федерации. Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус на своей странице в фейсбуке, бывший замглавы налоговой службы Днепропетровской области собирался вылететь из Борисполя под документом страны-агрессора. Примечательно, что местом прописки Козака значится город Ялта в аннексированном Крыму. Дата регистрации – август прошлого года. Очередной улов янтаря в Ривнанской области. Как заявили в областном управлении полиции, правоохранителям удалось найти и конфисковать более 110 килограммов необработанного камня. Стоимость изъятого – порядка 2 миллионов гривен. Подробности операции полиция, правда, не сообщает. При службе лишь указали, что обнаружить янтарь удалось в рамках расследования дела, открытого еще в начале апреля, когда задержали автомобиль с мешками с солнечным камнем. И вот в конце мая нашли продавца. А пока черные старатели продолжают копать, ривнанские полицейские продолжают гореть на взятках. Майор и капитан уголовного розыска требовали от местной жительницы тысячу долларов. За это обещали не привлекать женщину к ответственности за скупку краденого. Задержали горе полицейских во время передачи денег. Не только во взятках, а и в целых схемах отмывания денег и списывания долгов подозревает народный депутат Сергей Каплин, топ-политиком Народного фронта и радикальной партии. В одной из схем фигурирует государственный Укорексимбанк, который, по словам Каплина, недополучил в результате сотни миллионов гривен. А значит, это повод для расследования Национальным антикоррупционным бюро и Генпрокуратурой, уверен политик. В последние несколько лет в банковской сфере, в банковском секторе нашей страны орудует сегодняшняя голубая коалиция. Банда Ляшка, Авакова, Яценюка, они призначили своего руководителя на найбільший украинский государственный банк Укорексимбанк. Призначили заступниками, в частности, одиозного банкира с названием Котов, который является другом Пашинского, который работал вместе с дружиной Тищенко, бизнес-партнером Пашинского. Его поставили туда, чтобы бизнес-партнером Пашинского Тищенко, который разъекрав нафтопродукты Курченко на миллиарды гривен, не отдавал борги государственному банку. Я обратился к Генеральному прокурору и НАБУ. Эти руководители должны принести ответственность за все злочины. Котов, близкий партнер и друг Пашинского, должен сидеть вместе с Пашинским за гратами. Мы боролись с коррупцией, будем бороться с коррупцией. Антикоррупционеры вставляют палки в колеса МВД. Точнее, подбрасывают дохлых кошек. Об этом сегодня в Хмельницком заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, он поддерживает борьбу с коррупцией, но многие антикоррупционеры, по словам чиновника, зарабатывают куда больше, чем те, кого они проверяют. Также Аваков добавил, дескать, недостатки выявлять нужно. И для этого правоохранительные органы в помощи антикоррупционеров не нуждаются, поскольку есть своя внутренняя служба безопасности. Так ли это? Но подбрасывают нам постоянно тухлую кошку в тяжелой работе. И без подброшенных в ведомстве Авакова хватает и своих тухлых кошек. Это я прокомментую. Я все-таки министр, який есть, предповидаю за это. Один из самых громких скандалов, связанных с именем Авакова – рюкзаки для АТО. Стоимость госзакупки – 14,5 миллионов гривен. Один такой ранец обошелся государству в 3 тысячи гривен. Оказалось, в 2014 году некая фирма «Патинвестор» договорилась с МВД о поставке крупной партии этих рюкзаков. Марина Епишина, директор Харьковской фирмы, которая и выиграла тендер, не отрицала. Компания входила в сферу бизнес-интересов Авакова. Арсен Борисович, когда стал государственным служащим, не министром даже, а когда он еще стал губернатором Харьковской области, он все свои акции переписал либо в управление, либо на Инну Дмитриевну его жену. Она имеет полное право иметь акции в этом акционерном обществе. Еще одна история – незаконная продажа песка экс-помощником Авакова Петровским. Чиновник нанес ущерб государству 18 миллионов гривен. Решение Бориспольского городского райсуда – 4 года лишения свободы условно и штраф 17 тысяч гривен. А вот на автомобиле для копов полиции почему-то не скупятся. Накануне в столице полицейским торжественно передали новое авто – Митсубиши Аутлендер. Всего 635 машин. Вот только обогнала их дурная слава. Ведь один такой автомобиль обошелся госбюджету более чем в полтора миллиона гривен. Еще в прошлом году активисты провели расследование и установили, что Украина переплатила бы за новенькие японские кроссоверы более 9,5 миллионов долларов. В ответ на бурную реакцию соцсетей и общественности Арсен Аваков заявил, убедил руководство Митсубиши Моторс сделать скидку. Я хочу зараз публично подякувать пану президенту Митсубиши за то, что он в ответ на мое прохание, принимающий до уваги особливые условия в развитии полиции, надал скидку по закупивали этих автомобилей и имеем на эту скидку 13%. Хотя юристы из Центра противодействия коррупции тогда уверяли, изменить действующий договор, по которому уже переведены деньги, невозможно, а значит и скидка блеф. Даже с учетом снижения цены для такой крупной партии автомобилей, цена все равно завышена, говорят активисты. А на вопрос журналистов, почему именно эти машины решили купить полицейским, министр ответил, мол, они победили в тендере. Хотя в нем, как оказалось, участвовал только один трейдер, Ника Диамант, которым владеет Владимир Гнатышин, давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко, выходца из Народного фронта. Посылок Донец в Харьковской области оказался буквально отрезан от мира. Мост через реку, по которому из Донца можно было выехать, к железнодорожной ветке Евроцентр обрушился. Ремонтники оградили зияющие дыры, запретили проезд и больше не появлялись. Жители же поселка в растерянности, чтобы попасть в райцентр, им приходится делать крюк в 60 километров. Как чиновники предлагают селянам форсировать реку, и когда намерены снять блокаду Донца? Материали Светланы Шакеры. Этот мост через Северский Донец построили 55 лет назад. С тех пор ни единого капремонта. Перестилали разве что верхний асфальтный слой. И вот неделю назад внешняя балка этой конструкции отошла, и часть моста рухнула в реку. Для автомобилей через аварийный мост проезд запрещен. Всех, кому из поселка Донец нужно на вокзал, в райцентр или соседние села, маршрутка довозят до моста. Дальше пешком с детьми и сумками. На том берегу люди ловят другую маршрутку. На поезд. Не опоздаете? Нет. Такими перебежками. На машинистной стороне. У нас тут просто направо, как на границе. Школьники Ваня и Маша идут пешком с последнего звонка в соседнюю Андреевку. Стараются держаться середины, как велела мама. Осторожно она говорит, не подходить к краю, она тоже говорит. Да, аккуратно. Не страшно? Нет, не страшно. Но тут еще 28 дырок, я считала. Мне надо ездить на работу, на газобензиновый завод. Так 15 километров. А теперь приходится в окружную через Балаклию ехать 60 километров. Кто мог, пересели на мопеды и велосипеды, пока конструкция выдерживает легкий двухколесный транспорт. Жители Донца, говорят, уже прочувствовали, как это, жить без прямого сообщения. Да, врачи же некоторые, ну вот мы сейчас про фасмуты проходим. Да, я вот сейчас проходил про фасмуты. В постсовете на камеру общаться не хотят, у секретаря нет настроения. Чиновница показывает, просьбы отремонтировать мост отправили во все инстанции. Облавтодор ответил, ищите деньги сами. Вот, например, 100 тысяч. Разве 100 тысяч мост, это вот такую дырочку в асфальте они за эти 100 тысяч сделают. Отписки пустые. Все. Вот это и вся беда. Никому ничего не надо. Дорожники, говорят, готовятся провести техсовет. Если по результатам углубленного обследования этого моста нельзя будет пешеходам пользоваться этим мостом, то мы развернем понтонный мост рядом. Место есть, подготовлено, и люди, возможно, и легковые автомобили будут пользоваться понтонным мостом. Даже приблизительно, когда начнутся работы, в Автодоре не говорят. А вот местные жители переживают. Из-за обрушения возросла нагрузка еще на один мост. Он тоже аварийный. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. О дискриминации заявляют власти духовные. Сегодня в Харькове Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал нардепов не принимать антицерковные и антигосударственные законы. Такое обращение размещено на сайте УПЦ. Речь идет о законопроекте 4128, который предусматривает возможность самоопределения религиозных общин, а также о законопроекте 4511, об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором. Документ даст госорганам широкие полномочия в проверке и контроле жизни таких религиозных общин. Синод отметил, что принятие этих двух законов может привести к религиозной вражде, дискриминации и ограничению свободы вероисповедания. Большие вызовы большой семерки. В Италии завершился двухдневный саммит G7, на котором лидеры обсуждали самые острые вопросы международной политики и экономики. О чем удалось договориться, знает Ирина Иванова. 8 тысяч силовиков, 2 тысячи журналистов и столько же членов делегаций. На несколько дней население маленького туристического городка Таурмина на Социалистском побережье увеличилось почти вдвое. Автоматчики патрулировали буквально каждую улочку. Небо рассекали полицейские вертолеты. Безопасность была ключевым вопросом не только при подготовке саммита Большой Семерки, но и стала одной из главных в его повестке. В борьбе с терроризмом мировые лидеры делают ставку на интернет. Мы хотим, чтобы компании разработали инструменты для автоматического обнаружения и удаления вредоносных материалов в сети. В частности, сообщали о них властям и блокировали пользователи, которые их распространяют. Большая Семерка поддерживает идею создания международного форума, который будет способствовать внедрению новых технологий для того, чтобы лишить терроризм голоса в интернете. Далеко не по всем вопросам лидерам удалось достичь единства. Больше всего разногласий относительно климата и международной торговли из-за позиции новой администрации Белого дома. Ранее Дональд Трап обещал вывести США из международного климатического соглашения, подписанного на конференции в Париже 2015 года, и критиковал торговую политику Германии. Самым спорным было обсуждение торговли и изменений климата. Мы согласились с Соединенными Штатами, что еще раз обсудим детали по торговым вопросам, чтобы конкретизировать свои позиции. Также мы предоставили множество аргументов в пользу того, чтобы США не выходили из климатического соглашения. Быть более продуктивными мировых лидеров призвали активисты, которые выступают за защиту окружающей среды и против мирового экономического и социального неравенства. Саммит сопровождали многочисленные флешмобы и акции протеста. В частности, участники возмущены, что Большая Семерка Виталии, которая страдает от наплыва беженцев, не предприняла никаких серьезных шагов, чтобы решить эту проблему. Активисты призывают сильных мира сего их услышать. У нас есть такие ушки, и мы хотим показать Большой Семерке, что она должна к нам прислушаться. А еще что это значит, что мы тоже слушаем и следим за тем, что говорят лидеры. Мы призываем их действовать и не терять связь с реальностью. С тем или иным успехом участники саммита обсудили около 10 глобальных вызовов. В финальном коммунике почти 40 пунктов. В разделе «Международная политика» один из них посвящен украинскому вопросу. Лидеры подчеркивают, что Россия несет ответственность за конфликт в Украине, а его решение возможно только при полном соблюдении Минских соглашений. Также Большая Семерка готова усилить санкции против Москвы и призывает Киев реализовать реформы. По сути, этот документ не несет кардинально новых месседжей, но в то же время он отметает все сомнения по поводу единства стран Запада в украинском вопросе. Из Сицилии Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. По итогам встречи Большой Семерки французский президент Эммануэль Макрон заявил, планирует вскоре провести еще один саммит с лидерами стран нормандского формата Украина, Россия и Германия и обсудить конфликт на востоке Украины. К слову, уже 29 мая Макрон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Ему француз пообещал требовательный диалог. Не обошел вниманием саммит Большой Семерки и украинский президент. Петр Порошенко призвал лидеров G7 не дать Москве продолжить свою агрессивную политику в отношении Украины. Об этом говорится на официальном сайте президента страны. Также Петр Порошенко обратился к лидерам Большой Семерки с призывом поддержать реформу украинской армии и усилить ее, в том числе, новым вооружением. Обострение в зоне Атом. Боевики не менее 18 раз обстреляли позиции военных. Противник активно использует тяжелое вооружение и артиллерию. С начала суток минимум 8 украинских бойцов получили ранения различной степени. Сегодня наша группа побывала на Светлодарской дуге. Там постоянно идут бои. Детали в сюжете моего коллеги Руслана Смещука. Украинские позиции на Светлодарской дуге. Справа оккупированная Горловка, прямо и слева оккупированная Углегорск и дальше Дебальцево. Позиции вокруг просто усеяны воронками разного диаметра. От небольших – это реактивные гранаты, до огромных в полчеловеческого роста. Укрепления частенько накрывают из гаубиц. При этом огонь корректируют с воздуха. Крупная ствольная артиллерия 152 мм со стороны Углегорского основного работает. И работают. Сегодня работали беспилотники, вчера работают. Вот вдоль нашей линии прилетают. Кроме того, противник систематически использует бронетехнику. От боевых машин пехоты до танков. Как, например, сегодня. Противник себя ведет немного нагло. Четыре начала пятого танк работал. Насколько плотно работал? Достаточно. Наши военные рассказывают, боевики используют следующую тактику. Дожидаются, когда наблюдатели ОБСЕ уезжают. И только тогда открывают шквальный огонь. До пятнадцати, как ОБСЕ, уезжают с позиции зелья. Так они начинают интенсивно, интенсивно, но, працювать. Потом вечернюю годину, ну, то есть, десь до ноля, ну, они, ну, это делают каждый день. Ну, потом так, на ранку, на рассвете, так, десь, півпятого, ну, так, четвертый ранку, ну, ну, это у них, как закономерно, ну, происходит, ну, с добрым утром. Поэтому после трех дня тут стараются от блиндажей и окопов далеко не отходить. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Конгресс переходит в наступление. Сенаторы потребовали у команды Трампа все документы за последние два года. Что именно ищут и в чем обвиняют теперь уже взятие президента. Дмитрий Анопченко следит за очередным поворотом в американской политике. Они хотят прочесть все. Письма и сообщения электронной почты, служебные бумаги и записи о встречах и телефонных разговорах. Сенатский комитет по разведке потребовал у команды Трампа документы, имеющие отношение к России с июня 2015 года. К сотням бывших сотрудников, тем, кто работал когда-то в компании кандидата-республиканца и давно уже не поддерживает с ним никаких связей, в ближайшие дни официально обратятся с требованием перерыть свои ноутбуки и блокноты и предоставить то, что сохранилось. И повод для этого более чем серьезный. Под удар попал человек, который до этого был вне подозрений. Взять президента Джаред Кушнер. ФБР расследует его связи с Россией. И все с подачи прессы. Основываясь на материалах прослушки в Трамп Тауэр, СМИ написали о трех встречах с российским послом, которые Кушнер скрыл. Было это в ходе президентской кампании и после нее. Якобы были и телефонные разговоры, и предложение организовать прямой канал связи между Белым домом и Кремлем, используя оба посольства. Сам Кушнер теперь заявляет, провел в то время тысячи встреч и телефонных звонков не обо всех и упомнит. Но прекрасно понятно, удар не по нем, удар по президенту Трампу. Самого же Трампа пока вспоминают в прессе больше в контексте переговоров с лидерами стран НАТО. Журнал Форбс выяснил неизвестные детали. И пишет сегодня, что европейцы рассчитывали смягчить главу США общими словами о взаимной обороне и борьбе с терроризмом. Но он не стал действовать по ожидаемому сценарию. Трамп открыто раскритиковал членов Альянса за невыполнение финансовых обязательств. Ну, это не честно. И в итоге лидеры стран ЕС разъезжались с чувством беспокойства и раздражения, уверяет журнал. Но раздражения теперь хватает и у самого Трампа. Только по поводу происходящего в Вашингтоне. Ну, а поводы для беспокойства жизнь ему тоже подбрасывает. Каждый день. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Великобритания приходит в себя после масштабного теракта. 22 жизни унес взрыв на концерте в Манчестере в этот понедельник. Многие раненые остаются в критическом состоянии, а местные спецслужбы проводят крупнейшую в истории страны антитеррористическую операцию. Наш супкор в Британии Оксана Кундеренко о том, как живется в состоянии угрозы. Рейд за рейдом, арест за арестом. Такой масштабной антитеррористической операции в Великобритании не помнит. 13 задержанных, 11 из которых до сих пор допрашивают. После взрыва в Манчестере спецслужбы накрыли крупную преступную группировку. Эти аресты чрезвычайно важны. Мы рады сообщить, что в наших руках оказались ключевые игроки крупной сети, представляющие наибольшую опасность. Но многое еще предстоит сделать. В одном из районов Манчестера сегодня эвакуация и группа разминирования накрыли очередную точку потенциальных подрывников. На вокзалах крупных городов, в аэропортах, у достопримечательностей и даже внутри поездов усиленные патрули. Уровень угрозы критический. Новый теракт почти неотвратим, заявила премьер Тереза Мэй. Поэтому теперь все силы брошены на то, чтобы защитить страну от возможной атаки. У ключевых зданий дежурят не только вооруженные полицейские, к патрулированию привлекли армию. И пока военные несли службу у парламента и офиса на Даунинг-стрит, сама Мэй досрочно вернулась с саммита Большой Семерки, провела экстренное заседание Комитета по безопасности Кобра. В свете недавних арестов вместе с независимым центром анализа террористической угрозы мы приняли решение снизить уровень опасности с критического до серьезного. Я должна объяснить публике, что это значит. Вероятность теракта очень высока. Страна должна оставаться на чеку. Тем не менее, жизнь продолжается. В центре Манчестера букеты, записки, игрушки, воздушные шары в память о жертвах атаки. В городе полным ходом идут спортивные соревнования по легкой атлетике. Здесь такая теплая атмосфера. Все объединились. И даже это море цветов никому не мешает. Я считаю, все должно наладиться. В больницах все еще остаются 75 раненых. Небезразличные жертвуют им деньги. Последний тренд сделать татуировку в виде пчелы, символа Манчестера, и передать средства на благотворительность. Певица Ариана Гранда, чей концерт закончился трагедией, обещала провести в Манчестере еще одно шоу и перечислить всю прибыль семьям 22 погибших и раненых. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Две недели на раздумье. Германия выдвинула ультиматум Турции. Немецкие СМИ сообщают, если в течение этого времени Анкара не пойдет на уступки и не разрешит депутатам Бундестага посетить военную базу и джерлик, Берлин примет решение о передислокации техники и солдат Бундесфера. Альтернативу немцы уже нашли. Подробнее Татьяна Лагунова. Если Турция будет капризничать, ее готова заменить и Ордания и разместить на своей территории самолеты-разведчики Торнадо, заправщики, обслуживающих эту технику военных Бундесфера. Об этом с королем Абдалой договорилась министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Она недавно летала в Иорданию и посетила военную базу, которую немцы рассматривают как альтернативу турецкой. Министру понравилось. Побывала на базе Эль-Азрак. Я впечатлена. У нее огромный потенциал, и я очень благодарна за теплый прием. Политическое решение о передислокации пока не принято. Мы все еще продолжаем переговоры с Турцией. Перебросить военных и технику из Турции в Иорданию немцы решили из-за постоянных проблем с Анкарой. Власти Турции время от времени запрещают депутатам Бундестага посещать военных Бундесфера, которые дислоцируются на военной базе Инджерлик. То из-за признания Бундестага массового уничтожения армян в Османской империи геноцидом, то из-за предоставления Германии убежища турецким военным, которых подозревают в причастности к организации прошлогоднего путча. Когда мы отправляем миссии, очень важно, чтобы парламентарии, которые это сделали, имели доступ к военным, могли их посещать. В случае с базой Инджерлик это сделать сложно. Турция, впрочем, особо и не упрашивает остаться напротив. В Анкаре заявили, если немцы хотят уехать. Всего хорошего. Затем Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Что помогло Роналду избежать срока за решеткой? И почему жительница Калифорнии поменяла свою фамилию на название вокзала? Об этих и других новостях смотрите в нашем дайджесте. В США мусульманин судится с рестораном из-за нехаляльной пиццы. Мухаммад Бази требует компенсации в 100 миллионов долларов. Вкус свинины, запрещенной исламом, узнала жена Бази. Мужчина во второй раз купил пиццу, но снова обнаружил в ней свинину. В пиццерии оправдывается, что он сам попросил наклеить маркировку «халяльный продукт» на коробку. Роналду откупился от тюрьмы. Нападающий мадридского «Реала» заплатил 6 миллионов евро в качестве компенсации за уклонение от налогов. Испанская налоговая служба уличила футболистов в неуплате 16 миллионов евро. Роналду согласился погасить задолженность. Поэтому дело против него так и не возбудили. 45-летняя жительница Калифорнии вышла замуж за железнодорожную станцию. И даже поменяла фамилию. Теперь ее зовут Кэрол Сандафе. Говорит, что она объекта сексуал. Человек, которого влечет к неодушевленным объектам. Каждый день женщина проводит по 45 минут на остановке. Разговаривает и даже целует любимое место на платформе. НАСА планирует запустить космический зонд на рекордно близкое расстояние от Солнца. Около 6 миллионов километров. Это в 7 раз ближе, чем удавалось ранее другим аппаратам. Зонд Solar Pro Plus будет наблюдать за внешней атмосферой светила. Для изучения его физических свойств и структуры. Запуск состоится следующим летом. В США ушел из жизни человек эпоха. Политолог с мировым именем и бывший советник американского президента Сгибнин Бжезунский. Ему было 89 лет. Политолог немало интересовался проблемами современной Украины. И по словам президента Петра Порошенко, даже был ее другом. О смерти бывшего советника президента США Джимми Картера, выдающегося политолога и государственного деятеля Збигнева Бжезинского, сообщила его дочь Мика в своем инстаграм. Девушка написала, отец тихо ушел в мир иной этой ночью. В это время он пребывал в одной из больниц штата Вирджиния. Збигнев Бжезинский, польский мигрант, сделал блестящую академическую и политическую карьеру в США. Львиную долю своих работ он посвятил постсоветской проблематике. Немало писал и об Украине. Ее он считал одной из ключевых точек на карте мира. По мнению Бжезинского, Украина должна иметь право свободно выбирать свою политическую идентичность и быть более связанной с Европой. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин